Во второе воскресенье июня в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают работники сферы животноводства. Люди этой профессии дают много сил своему делу и посвящают себя развитию одной из самых перспективных сфер экономики Казахстана. Наши корреспонденты побывали в образцовом крестьянском хозяйстве Багратион и ознакомились с его работой. Основные направления, по которым работает крестьянское хозяйство Багратион – это разведение молочного и мясного скота, мороловодство, коневодство и овцеводство. В целом в хозяйстве имеется свыше тысячи голов моралов, 2000 голов крупного рогатого скота и 450 лошадей. Дойного скота у нас из пород – это сементальская порода коров и галаштины. Галаштин мы привезли с Украины. Краснопёстрых в количестве 100 голов. Мясное направление у нас на сегодняшний день казахское белоголовое. Мы хозяйство первого класса. На сегодняшний день у нас маточного 800 коров. Из них бычков по быкам-производителям и на откормочной площадке – это 550 голов. У нас в Восточной Казахстанской области где-то около 40 тысяч голов племенного скота имеется. Из них 27 тысяч голов мясного направления. Основные по голове – молочное направление. И это разводит мясной скот. Разводится у нас в Куршимском районе, Таработайском, Гуландском районе и Зайцанском районе. Основные массы имеют в этих районах. В основных районах, например, Малышный скот, Гулбокский район, Симонахийский район. Стоит отметить, что в крестьянском хозяйстве также имеется санаторий, куда отдыхающие приезжают для лечебно-оздоровительных процедур с применением пантосодержащей продукции, лекарственных растений и продукции коневодства. Особенно ценится кобылье молоко как природный уникальный продукт, укрепляющий иммунитет. В день сотрудники крестьянского хозяйства получают около 50 литров целебного молока. У меня 8 кобыл, даю их 6 раз в день. Дают в общем, на дое у меня выходит 45, до 50 бывает в день. Ну, из этого молока пьют у нас отдыхающее молоко, свежее парное. Потом переработка идет на кумыс. И кумыс тоже с удовольствием пьют отдыхающее. У нас есть центральная столовая, есть метрофановки столовые. Остатки мы туда распределяем. Для развития животноводства принимаются все необходимые меры. Однако крайне важно правильно ухаживать за животными с раннего возраста, отмечают сотрудники крестьянского хозяйства. Ну, наша цель – селят вырастить, выращивание, привес и здорово, чтобы телята были. Дальше все зависит, конечно, от телят. Это все наши будущие мамы. Такие телята, такие коровы будут. Сейчас у них на данный момент они едят с нулевого дня по 90-й дня комбикорум. Ну и констраты, экструдер, все перемешка у нас там. Также выпайка утром, по 3 литра на голову даем и вечером. Два раза выпайка утром и вечером. В крестьянском хозяйстве Багратион в ближайшее время будут закупать молочный скот для увеличения поголовья, отмечают специалисты. Дельнас Мурзагалиева, Асхат Ордыбаев, Алтай Ахпарат.